Кранотское озеро – это ещё одно чудо биосферного заповедника. Его площадь – 242 квадратных километра, глубина в некоторых местах достигает 150 метров. Это огромный запас пресной воды. Озеро прекрасное, со своим характером. Я его считаю, это вообще озеро огромный, природный такой живой организм. И с ним надо относиться серьёзно, с уважением, нехладнокровно. Потому что всякие случаи бывают. Оно высокогорное, рядом вокруг сопки, ветра изменчивые. Учёные говорят, водоём похож на Байкал. В него впадает множество рек и ручьёв. И так же, как из Байкала выходит ангара, из этого озера вытекает единственная река – Кранотское. Из-за большой протяжённости реки и порогов на ней лосось сюда не заходит. Зато водятся три вида озёрного гольца и две формы озёрной нерки – кокони. Это небольшая рыбка, это та же самая нерка, но весь её жизненный цикл проходит в пресных водах. То есть она в море не скатывается. Она рождается в пресных водах, нагуливается, не льстится. И так же, как и проходная нерка умирает. В принципе, жилые популяции лососей свойственны для южной границы орела. Там они довольно часто образуются. А вот на севере это явление уникальное и связано, скорее всего, в большей степени с геологической изоляцией. Ихтеологи говорят, вся хитрость такой экосистемы в происхождении Кранотского озера. Оно возникло в результате образования лавовой плотины. Постепенно каменная чаша наполнялась водой и в ней зародилась жизнь. Там, по-видимому, обитала ихтеофауна, свойственная для любых камчатских рек. Но некоторые виды хорошо образуют, жилые формы, некоторые хуже. Но вот всё, что там смогло выжить, оно выжило. Всё, что не смогло, не выжило. Остались гольцы, которые образовали три формы, и кокони, которые развалились тоже на две формы. Это плантофагия и бентофагия. Все тонкости происхождения и поведения обитателей Кранотского озера и будет несколько месяцев изучать группа ихтеологов. Их цель не только рыба, но и её пища. Исследование зоу- и фитопланктонных сообществ позволит оценить современные условия в озере и выяснить, каковы были стартовые данные, чтобы здесь образовалось столь уникальное биоразнообразие. Вообще, в этом году учёные планируют провести первый этап работ. Специалисты опишут видовое разнообразие, начнут сбор ихтеологических материалов по всей территории заповедника. Помимо озера будет исследована экосистема термальных рек и река Кранотская.